МНИТЕЛЬНОСТЬ И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ НАУЩЕНИЕМ Если человек позволяет наущениям и различным сомнениям брать верх над его разумом и вести его к запретным поступкам, то это тоже сам обман его навса. Для избавления от этого недуга необходимо отгонять от себя подобные наущения и не давать им возможности завладеть твоим сознанием. Это возможно только благодаря постоянному поминанию Аллаха Тааля и убежденности в том, что ему ведомо твое внутреннее состояние точно так же, как людям известно твое внешнее состояние. О человек! Неужели тебе не совестно оставлять без внимания те свои недостатки и упущения, о которых ведает Всевышний, в то время как ты старательно исправляешь те свои недостатки, которые замечают люди? Посланник Аллаха, мира ему и благословения Всевышнего в одном из хадисов сказал, перевод смыслов, Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность и тела, он смотрит на ваши сердца и поступки. Абубакир Аррази передал мне, что он услышал от Ибрагима Хауаса, да помилует его Аллах, друга Абуль Хасана Аль-Аляуи, эти слова. В начале грех находится в голове, мыслях человека в виде зернышка. От него необходимо избавляться как можно скорее, иначе оно пустит корни, после чего освободиться от него будет намного сложнее. Пустившее корни зернышка греха позже превращается в наущение. С ними человек должен бороться посредством воспитания своего навса и духовного усердия, иначе из него вырастет дерево похоти. И тогда грех захватит в плен и разум, и сознание, и волю. Следующий хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подтверждает слова Абубакира Аррази. Вожделение и похоть завладевают разумом, сознанием и устремлениями человека. И в конце приведем прекрасные строки «Мавляны», да светит Аллах его тайну. «О, стремящийся к истине! Если хочешь узнать истину, то Муса с фараоном не умерли. Они сегодня живут в тебе, скрываются в твоей сути, ведут войну у тебя в душе. Отыщи в себе заклятых врагов, и до судного дня будет тот же Муса. Свет на лицах истинных мусульман и есть этот Нур. Тот самый, не другой. Меняются лишь светильники». Привычка всегда видеть только чужие недостатки. Видеть чужие недостатки и закрывать глаза на свои – это тоже духовная болезнь. Для исцеления от этой болезни человек должен хорошо знать свой навс и быстро распознать все его козни. Также рекомендуется как можно чаще проводить время наедине с собой или же в обществе праведных людей, следуя их советам и прислушиваясь к их наставлениям. Если человек не прилагает усилий для исправления своих недостатков, то ему следует хотя бы не искать упущения в других людях. Увидев проступок другого, он должен найти для него оправдание, не раскрывать и не рассказывать другим о его грехе, и тем самым питать надежду на то, что Аллах Тааля простит и скроет его собственные прегрешения. Указывая на это, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах Тааля скроет грехи и недостатки того, кто скроет грехи и недостатки своего брата-мусульманина». В другом хадисе посланник Аллаха мир ему изрек. Если кто-либо будет искать недостатки у мусульман, то Всевышний Аллах раскроет его недостатки перед людьми и опозорит его, даже если тот будет находиться у себя дома. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Шазан передал мне слова ибн Яздана Аль-Мадайни, да помилует их Аллах Тааля. «Я видел людей с недостатками и упущениями. Однако они не рассказывали о недостатках других людей, за что Всевышний Аллах простил их грехи и скрыл их упущения. Также я видел людей без недостатков, но они говорили об упущениях других людей, и по причине этого они стали совершать те грехи, о которых сами же злословили». Субтитры создавал DimaTorzok